Египетская Мау. История этой породы началась еще три тысячи лет назад в Древнем Египте. Этих кошек считают прямыми потомками первых прирученных кошек человеком. В переводе с египетского языка Му-Мау означает кошка. В Древнем Египте кошек почитали, им поклонялись, считали их священными животными, образом богини семейного очага и плодородия Бестет. Во время раскопок археологи в храмах находили бронзовые статуэтки кошек. Также стены храма могли украшать изображения либо иероглифы в виде кошек. За убиение этого животного карали смертью. Если в семье умирала кошка, скорбящий хозяин сбривал себе брови в знак траура по любимице. После смерти своих любимцев египтяне бальзамировали их как воплощение божества. При раскопках были найдены мумии кошек как в ляных бинтах, так и в золотых саркофагах с драгоценными камнями, в зависимости от богосостояния хозяина. Разведением данной породы начали заниматься примерно 100 лет назад в Швейцарии, Франции и Италии. Но во Вторую мировую войну был нанесен ужасный удар по породе. Они были почти все уничтожены. Спасла и сохранила эту породу княгиня Наталья Трубецкая, проживавшая в тот момент в Италии. Большими усилиями, благодаря своим связям, ей удалось собрать несколько представителей данной породы. В 1953 году княгиня показала своих кошек на выставке. В 1956 она въехала в США со своими несколькими кошками, рожденными в ее питомнике. Они стали основой для ее нового питомника Фатима. В 1958 году питомник и 10 кошек были официально зарегистрированы. Большой вклад в развитие породы внесли американские филинологи. Они разработали специальную программу для выведения этой породы. За основу был взят образ древнеегипетской кошки. В работе питомника принимали участие похожие по фенотипу кошки. Восточные, американские и даже беспородные, привезенные с улиц Индии и Каира. В итоге есть три линии в породе. Традиционно оригинальные, так назвали потомков питомника Фатима. Индийская линия возникла благодаря привезенным кошкам из Индии. И египетская линия возникла в связи с завезенными кошками из Каира. На данный момент египетская мау является закрытой. То есть они разводятся исключительно внутри породы. У всех представителей этой породы должно быть подтверждение ее происхождения в племенной книге. Современная порода кошек мау выглядит так же, как и их предки. Эти кошки небольшого телосложения, самцы, как правило, крупнее самочки. У этой породы мускулистое, при этом стройное, не совсем пропорциональное тело. Задние лапки чуть-чуть длиннее. Кошачья шубка короткая, при этом густая и шелковистая, пятнистые окраски. Существует три вида окраса. Бронзовый, дымчатый и серебристый. Редко рождаются черного цвета. У этих представителей весьма необычная раскраска. Буква W на голове, еще называют этот символ жуком с корабеем. И подведенные глаза с двумя линиями стрелками черного цвета, как у древних египтян. Глаза у них умные и крупные зеленого цвета, как крыжовник. Миндальные формы. Ушки большие, закругленные на концах. Египетские мау довольно-таки коммуникабельные животные, активные и не переносят одиночество. Однолюбы. Привязываются к одному хозяину, при этом очень любят общаться с людьми. Им хочется подружиться со всеми. Любопытные, им всегда интересно, чем занимается их хозяин. Иногда могут быть даже навязчивыми. Эти кошки требуют к себе постоянного внимания. У них приятный голос, при общении с людьми издают массу интересных звуков. Эти кошки хорошо ладят с детьми, игривые. По натуре любят играть с игрушками и всяческими махалками. Когда играют, раскрывают свои охотничьи способности. Египетская мау чисто плотно. Легко приучается к туалету. Любит купаться и играться с водой. Может наблюдать за хозяевами, когда те купаются. В уходе египетская мау непривередлива. Животные расчесывают раз в неделю расческой с редкими зубчиками. Купают раз в месяц. Быстро загрязняются ушки, поэтому нужно мыть раз в 10 дней. В питании непривередливы, так что не придется много думать над выбором еды. Однако у них сильный аппетит, поэтому нужно немножко ограничивать прием пищи. Иначе будет ожирение, что чревато последствиями. Данная порода кошек отличается хорошим здоровьем. Однако у них есть болезни, которые встречались в начале выведения породы. Такие как кардиомиопатия, астма, кожная аллергия, болезни сердца. Живут 13-15 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...